Вкусного утра, мальчики и девочки! С вами Хрюша! Самая вкусная и полезная рубрика на всем детском телевидении. И, как всегда, для вас готовит Хрюша и я, Инна. И мой замечательный волшебный половничек. Ой! Ой! А где он? А где? Не знаю, я не видела. Половничек? Половничек? Ты где? Половничек? Инна, ищи его скорее. Как же мы без половничка-то? Нашла? Нет, Хрюшенька, извини. Нигде не вижу твой половничек. Кошмар! Может, попробуешь венчик или ложку? Ну, вдруг дело не в половничке, а в твоих волшебных рюках. Давай, давай. Так, сейчас. Теперь попроси у меня что-нибудь. Нам нужен сыр. Ой! Вот видишь? Все, ребята, остались мы с вами без вкусняшек. Все. Подожди, а что, если я попрошу у тебя твой половничек? Ну, вдруг ты его позовешь, и он появится. Ого! А это мысль. Сейчас. Половничек, иди ко мне. Ой-ой! Инна! Ура! Мы спасены! Ири! Вот ты мой хороший! Напугал меня? И меня немного. Ну, а теперь, раз все хорошо закончилось, предлагаю перейти к новому рецепту. Хе-хе-хе! Уполовником или ополовником в старину называли всем известный сегодня половник. Как тогда, так и теперь этот предмет использовали, чтобы переливать супы, соусы, каши и другие жидкости из одной емкости в другую. Самые первые глубокие ложки далекие предки современного половника. Ими снимали пену с готовящихся блюд. Отсюда и пошло первое название половника. Уполовник, что значило убавлять. Также этот предмет часто называют поварешкой. Инна, давай, пожалуйста, сделаем что-нибудь побыстрее и посытнее. Мне надо подкрепиться и успокоиться. Хорошо. Я как раз хотела приготовить мини-омлеты с картофелем. И для этого нам понадобятся отварной картофель, два яйца, сметана, сыр, свежая зелень, соль и перец. Половничек, действуй! И не переживай, пожалуйста. Половничек нашелся, работает по-прежнему, так что никаких поводов для стресса больше нет. Расслабься и просто наблюдай за моими действиями. Сейчас мы натрем картофель и сыр. Мелко нарежем зелень и все это смешаем. Затем в отдельной миске взболтаем яйца со сметаной и добавим картофельно-сырной массе. Посолим и поперчим по вкусу. Потом возьмем сковородку, да? А вот и нет. Мы возьмем вот эти хорошенькие формочки для маффинов и наполним их получившейся массой. А затем запечем в духовке. Как все просто! Конечно! Ведь это главный принцип нашей рубрики. Просто, легко и вкусно. Да, и с удовольствием! Натрите картофельный сыр, мелко нарежьте зелень и все смешайте. В отдельной миске взболтайте яйца со сметаной и добавьте к картофельной сырной массе. Заполните этой смесью специальной формочки. Поставьте их в разогретую духовку и запекните мини-омлеты до румяной корочки. М-м-м! Как вкусно пахнет! Сейчас подождем, пока они остынут, и будем пробовать. Сразу брать не нужно, чтобы не обжечься. Я просто хотел поближе посмотреть. Ты всегда найдешь, что ответить. Ага. И сказать на прощание. Друзья, посмотрите тоже на эти замечательные мини-омлетики. У вас они могут получиться еще лучше, если вы запишите этот рецепт и захотите его повторить. Ну, а мы с Хрюшей отправляемся на поиски новых кулинарных идей для наших следующих выпусков. Всем до свидания. Скоро увидимся. До свидания.